Электросамокаты появились в жизни мытищенцев 7 лет назад. За это время они успели стать неотъемлемой частью городской транспортной системы. Для сравнения, поездка на самокате или велосипеде от станции Мытищи до памятника водопровода занимает 16 минут, в то время как на автомобиле 13. Цена пользования кикшерингом на таком маршруте примерно 200 рублей. С каждым годом число любителей прокатиться с ветерком по городу увеличивается вдвое, сообщает Минтрансрегиона. Удобно, быстро, бюджетно. Вместе с тем растет и уровень аварийности. С 1 марта 2023 года СИМ, средства индивидуальной мобильности, являются транспортными средствами. Хоть иметь для этого водительского устранения не требуется, но лицо, управляющее СИМ, должно выполнять требования правил. Нарушителям правил для СИМ будет применяться статья 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере 800 рублей. Сейчас в Госдуме начали активно обсуждать ужесточение наказаний для лихачей. Так, в первом чтении принят законопроект о повышении штрафов. Самый минимальный будет составлять 500 рублей. Максимальный – 30 тысяч за езду в нетрезвом виде. Мытищинцам это важно учитывать. Ведь наш округ вошел в топ муниципалитетов Подмосковья, где жители чаще всего пользуются электросамокатами, чтобы добраться до станции, остановки или работы. Среднее время аренды – 20 минут. Только за последний сезон сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями операторов кикшеринга выявили свыше 200 нарушений с участием средств индивидуальной мобильности. Операторы кикшеринга, которые находятся здесь на месте, в рамках договора заключенного с пользователями этих услуг, также накладывают на них санкции. То есть также выписаны штрафы, но уже внутри их приложения. На одном из самых оживленных дорожных участков города у станции Модищий рейд полицейские выявляют хулиганов один за другим. По статистике, самое частое нарушение правил заключается в пересечении пешеходного перехода на электросамокате. Я нарушил правила дорожного движения, потому что спешил отвезти заказ клиенту. Почему вы нарушили? Да просто поторопился, забыл, на самом деле. Всегда так делаю. Ну, слезаю с велосипеда. Также в топе важных правил при поездке на СИМ один самокат, один человек и соблюдение скоростного режима. Госавтоинспекция призывает помнить о безопасности, ведь ваша жизнь и жизнь вашего ребенка бесцельна.